А этот глава республики, который не упускает возможность оскорбить кого-то, ударить кого-то, если у тебя так чешутся руки, ты прям чувствуешь, что ты такой боец, ну выйди, поделись там с кем-нибудь, с бойцом каким-нибудь в этой клетке, поделись. Так, что касается этого инцидента, на спортивном мероприятии, бои, ACA, Лига, я не знаю, как это у них там называется, в общем, там какой-то россиянин, парень из России, значит, он бился с каким-то кадыровским бойцом, Хусейном Халиевым, по-моему, и победил этого бойца, и после того, как он, значит, уходил, ну, саму победу там что-то как-то, видимо, освистали, что-то не понравилось болельщикам, я, честно говоря, не наблюдая за этой темой, я не знаю, что это было. Но его что-то изначально там говорят, освистали, потом он начал когда уходить, кто-то там, значит, из толпы выбежал, побежал к нему, облил его водой, бросил в него бутылку, и вот после того, как это произошло, на этот инцидент очень жестко отреагировал, значит, сам Кадыров Рамзан, который находился на этом мероприятии, и вот дальше давайте посмотрим это видео, видео с, ну, короче, этого инцидента. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Извините. К нему говорят. Сам Кадыров его побил. Этот Хамзат. Кому не лень. Все этого парня избили. Оттуда он, разумеется, домой не поехал. Избитый. Его оттуда забрали в отдел. И до сих пор говорят. Причем где-то там у них. Короче, они его до сих пор бьют. Саму эту ситуацию прокомментировал и вот этот спортсмен. Боец из России. Он сказал, как это было. Давайте его тоже послушаем. Вот на уровне слуха услышал, что когда ты вышел за пределы клетки, начался какой-то кипиш с болельщиками. Насколько это так? Ну да, был там маленький кипиш. Меня обрызгали водой. Кинули там бутылку. Ну, Рамзан Ахмадович быстро устранился. Лично? Постал, да, лично. И поставил тот человек на место. Как это выглядело? Ну, то есть вот у тебя, например, летит бутылка. Ты, я так понимаю, порываешься сразу в то место, откуда брошено было? Или вот какие твои действия были? Да нет. После боя меня ведут в медпункт на осмотр, да. Ну, и все, кипиш, суета. Я там по пыхах иду. И он просто побегает. Вдали меня водой обливает. Я на него поворачиваюсь. Что-то ему говорю. Он мне что-то говорит. И меня так фу, вводит. И там говорят, что-то толпа, кипиш. И, как бы, в принципе, Рамзан Ахмадович проявил свою личную инициативу и заставил парня извиниться. Он извинился, вышел в клетку. И на этом все. Ну, в общем, вот так это все происходило. Что я хочу по этой теме сказать? Вообще, подобное поведение, оно недопустимо. То, что этот сделал, вот этот вот обливший его водой, это недопустимое поведение. Этот человек, этот русский парень, он у нас гость. И к нему нужно было относиться с уважением. В коем случае его нельзя обливать там и таким образом себя вести. Но, вот это вот поведение дикарей, когда все на него набрасываются, каждый хочет его там ударить. Этот глава республики, просто, я не знаю, шут гороховый, пошел сам полез бить его. Ну, вот это поведение, оно тоже как бы недопустимо. Неужели это нельзя сделать цивильно? Есть служба безопасности, которая сопровождает этого бойца, когда его ведут. Она, ее там достаточно, они должны были просто на это отреагировать, этого чувака сразу куда-то там отвезти. Если ему за это нужно там оштрафовать его, то оштрафовать, да, там вывезти, чтобы он извинился, остудить его пыл. Понятно. Но вот это вот поведение, когда как дикари. И сам этот глава российского субъекта выскакивает, значит, бьет его, его племянник. Там все, кому не лень, пытаются его как-то ударить, оскорбить. Потом он забирает его куда-то в РОВД, там дальше над ним издеваются, его пытают. Это ненормально. Вы показываете просто, что вы дикари. Что вы люди, которых нельзя выпускать в народ. Бывает, вы как раз этим своим поведением, со стороны на вас смотрят. Мерсияне весь этот мир и думают, да нет, это вообще какие-то дикие типы. Научитесь хотя бы выглядеть немного презентабельно. Не ведите себя как дикари. Ведите себя нормально. А этот глава республики, который не упускает возможность оскорбить кого-то, ударить кого-то. Если у тебя так чешутся руки, ты прям чувствуешь, что ты такой боец. Ну, выйди, поделись там с кем-нибудь, с бойцом каким-нибудь в этой клетке. Поделись. Не этот подставной бой, как ты любишь, а где-нибудь на нейтральной территории, где вот не будет подставных, где реально тебя наколбасит. Выйди там с кем-нибудь, поделись. Удовлетвори это свое желание. Постоянное вот это желание оторваться на беспомощных людях, которые не могут тебе ответить над этим парнем. Там до этого оскорблял этого, как его, забыл я его, как его звали. Которого в народе называли черт Асламбек. Как ты его там оскорблял, называл его козлом и так далее. Это на самом деле показывает твою беспомощность, твои комплексы. Вот и все. В целом, то, что поведение недопустимое, и человека за такое нужно наказывать, это да. Но просто наказывать тоже нужно как-то цивильно, а не как дикарь. Ведь этот кинувший бутылку брал пример со своего падиша, который кричал «Судья продажная, козел из Иудова, который выбегал на поле на футболе и кричал «Масара Дэн Дэцун». Ты абсолютно прав, Киано Ризван. Какие-то такие креативные ники. Ты абсолютно прав, да? Они сами их научили. Но видишь, что позволено Юпитеру, не позволено быку, гласит российская поговорка, русская поговорка. Поэтому так уж все устроено. Они могут себе подобное позволить, а простые смертные не могут. Вообще, у нас к этому должно быть однозначное отношение. Это ни те, ни другие не могут этого делать. Люди, которые приезжают к нам в качестве гостей, к ним подобное отношение, оно недопустимо. Конечно, нельзя их ни козлами называть, ни избивать, ни водой обрызгивать. Этого делать нельзя. Если подобное происходит, реакция на это тоже должна быть такая цивилизованная, как в нормальной стране. Можешь себе представить, чтобы, например, здесь, в каком-нибудь спортивном мероприятии, что-то подобное произошло, и король Швеции выбежал бы, допустим, или премьер-министр Швеции выбежал и начал бы кого-то бить, и они как дикари на тебя бы набрасывались, тебя бы выводили, ты там что-то извинялся, потом кто-то, какой-то племянник короля заскакивал. Но вы можете себе это представить? Полный бред. Тебя бы здесь очень быстро осадили бы, сразу же служба безопасности сработала бы, передали бы тебя полиции, тебя бы наказали за то, что ты сделал в соответствии с законом. И все, на этом тема бы закончилась. Томсо, когда ты говоришь наказали, тупой падишах может не понять, что ты имеешь в виду нерукоприкладство. Согласен, кстати говоря, согласен. Для тупого падишаха наказали, это не обязательно избили. Может быть штраф, может быть общественные работы, это все тоже наказание. Субтитры создавал DimaTorzok